Добрый день, друзья! Вы на канале Уютное Чаепитие. С вами я, Ирина Резвая. А бусинку чуть не споткнулась. Вот под ногами ходит и ходит. Ждет, когда я ей открою окно, чтобы она опять смотрела на мир. Иди! У нас сегодня прохладно. У нас ветер. Ну, а у меня, друзья мои, снова блины. Потому что я вчера убрала начинку в холодильник. И холоду так прибавила, чтобы она вообще была такая, не то чтобы замерзла, но она даже у меня немного схватилась. Масла много налила. Масло, кстати, друзья мои, я еще и в тесто добавляю. Всегда. Вот, буду делать блины. Доделаю, значит, начинку. И уберу все в заморозку. Сделала очень много, потому что начинки много было сделано. Так, а что я хотела сказать? Сегодня мое утро началось с того, что я просто была озадачена. Не озадачена, удивлена, как это я живу днем. Обратным днем, вернее. Вернее, задним днем, друзья. Коля мне говорит, ты на дачу-то поедешь? На какую дачу? В смысле, говорю, на дачу? Четверг. Говорит, опомнись, сегодня уже пятница. Ох, уже пятница, друзья, уже пятница. А я думала, вчера, думала, вчера у нас среда. Ничего себе я и живу. Сковородочку слегка перегрела. Вот, ну ладно. Как говорится, эти первые блины комом. Кирюшка у меня вчера ведь так блинов и не поел. Заболел вот так вот, да, вот приступ-то был. Так и не поел блинчиков. Так вот, сегодня, сказал мама, сегодня. Вот, надо, наверное, не знаю, друзья мои, что и делать. Ехать на дачу или нет. А если дожди на выходные, надо посмотреть погоду. Я же там косить ему обещала. Коля хотел там поработать немножко, а я покосить. От работы. Нет, надо мне там покосить участок. Я говорю, ты будешь работать, я буду косить, наводить порядки. Вроде бы и дома тоже надо порядки наводить, да и на дачу надо наводить. В общем, не знаю, ничего не решила. Кирюшеньке полегче. Ну, приступ проходит, последствий никогда не бывает. Ну, слабость такая. Говорит, ты мне листиков салата-то купила? Помнит еще. Я думала, он не помнит, забыл. Говорю, нет, сынок, не купили. Говорю, у блинчиков тебе с утра на деку. Потому что вчера блинов не попробовал. Вроде мягкие получаются. Посмотрим, что будет. Друзья мои, посмотрите, что у меня здесь. У меня здесь, видите, как много филе трески. Почему так много? Потому что сделаю фарша побольше, наделаю котлет. Сделаю их, скорее всего, даже в панировке и заморожу. Надо что-то для себя иметь какой-то запас такой, чтобы раз-раз приготовить и все. Опомнилось. Обычно в такие заморозки, конечно же, лучше делать, когда, знаете, на жару, чтобы вынул, пожарил, и чтобы не биться здесь со всеми приготовлениями. Что-то у меня блины очень поджариваются. Не знаю, тоненькие будут или нет. Может быть, мне их разбавить. Вроде тесто не очень густое. Разбавлю немножко кипяточком. Чуть-чуть совсем. Чтобы жидкое тесто, оно чтобы не кисло на сковороде. Так что вот, коль это у меня сегодня едет, и я еще не знаю, я еще не решила, что и делать. Если погода плохая, я просто не смогу себе простить, что я там на даче теряю время. Ну что я там, ну поприбираюсь я полдня, я убью на это. А то я меньше. Ну пока там пыль, пока все вымету, пока сделаю золу из печки, выгребу. Ну полдня уйдет, а потом приготовить, покушать и все. А здесь дела будут стоять. Посмотрим, сейчас я напеку блинов. Вот с вами поболтаем и посмотрю, какая будет у нас погода на выходных. Потому что Коля-то говорит, что давай поехали. Ну они там чего, может быть, работу сделают за день. Мясо, говорит, вынь, там уже шашлычков пожарю. Говорю, нет, мясо, говорю, не буду вынимать. Перебьемся без шашлычков, ничего страшного, нет такой прям нужды. Уже поели несколько раз, сделали все. Мясо, смотрю на улицу, друзья, мясо оставлю, говорю, для заготовок. Потому что уже нет такого желания прямо, ах, как хочется, шашлыков. Ничего, можно что-нибудь и другое приготовить. Шашлыки все равно как, ну все равно что-то как праздничное, да. А если тем более погода плохая. Вот, друзья мои, значит, женщина мне вчера в WhatsApp отправила голосовое сообщение, ну вот, которое, вот, историю свою хочет рассказать. Она уже, конечно, мы с ней поговорили, пообщались. И, в общем-то, она говорит уже, ну, как бы, можете сказать о чем. Но еще пока о концовке нет. У этой женщины сын в тюрьме. И, в общем, пока мы не знаем, чем там закончится. Болтаю, болтаю. Тряпочка у меня тут чистенькая, друзья мои. И для того, чтобы, ну, мало ли маслом капну, чтобы стол был не жирный, а сразу на тряпку. Так, что-то вот еще ведь хотела вам рассказать. Какую-то новость. Не могу сейчас вспомнить. Катюша вечером мне тут уже поздно-поздно написала. Говорит, мама, все нормально, уже все спят. Говорит, сейчас видео погляжу. Ну вот, как обычно, друзья мои, как обычно. Друзья мои, племянница позвонила. Позвонила по такому поводу, что она сделала мне ссылочку под роликами в описании. Она зарегистрировала меня на сайте Donation Alerts. Это для перевода из-за границ. Перевода средств, подарков. Но можно не только из-за границы, да. Можно и в России. Почему об этом говорю? Потому что на последнем стриме у меня спрашивали об этом. Ирина, как вам можно сделать там, ну, небольшой презент. Там спрашивали, по-моему, двое зарубежных зрителей. Я сказала, что не знаю как. Вот. И тут посмотрели, как делают другие. Да, она тут посмотрела, она в этом разбирается. У нее тоже каналы покрупнее, конечно, чем мой. Я уже говорила. И она мне, в общем, зарегистрировала меня на этом сайте. В общем-то, вот этим, то, что я вам сейчас рассказываю, я отвечаю на вопрос тех, кто спрашивал меня, как можно перечислить деньги. Не сочтите за наглость. Вы спрашивали, я ответила. Так, потом, друзья мои. Ладно, об этом не будем говорить. Ссылка будет всегда в описании под роликом. И спасибо. Спасибо отдельное, хочу сказать, тем зрителям, которые не забывают обо мне. Даже иногда просто неудобно. Очень это приятно. И для Сашеньки тут посылали. В общем, и на день рождения поздравляли. Огромное-огромное спасибо. Друзья, вчера я... В общем, я стала смотреть на YouTube, вообще читать в интернете. Мне нужно было прочитать статьи про болезни. Про болезни. Особенности я читаю про астму. Про что еще? Про воспаление легких. Ну, в общем, что-то вот в этом роде. Но, друзья мои, вы знаете, на что я наткнулась, когда я стала открывать ролики на YouTube? Я наткнулась на болезнь СПИД. На ВИЧ-инфицированных. И, вы знаете, я поймала себя на том, что очень и очень давно про эти болезни ничего не говорят. Одно время. Вы знаете, ведь вы одно время об этом постоянно говорили. Ну, просто не сходило это с языка. У всех эта вот болезнь такая была, да? А сейчас как-то поутихло все. И я вообще даже забыла, что это существует. А почему забыла? Потому что, ну, во-первых, как-то уже исчез страх того, что это может появиться, да? А тем более, что санитарную книжку мы проходим. У нас все время берут кровь. И мы даже не задумываемся о том, что нам, естественно, берут кровь, да? На этот, на этот, на СПИД или что там, как правильно называется. И вот я вчера впервые, ну, я СПИД ВИЧ-инфицированный. У меня не было вообще разницы. Я даже не замечала, что есть разница. Оказывается, ВИЧ-инфицированный это человек, да? Когда у него организм еще... ВИЧ-инфицированный. Это инфекция, да? С которой не может бороться организм. А СПИД это уже конечная стадия. Ну, вот простым языком, если объяснить. И вот я наткнулась на ролик про одну женщину. Сказать, что я была, может, в шоке. Нет, не в шоке. Нет, не такое громкое слово. Я была как-то немножко, что ли, удивлена. Может быть, прям вот поражена, что такое еще в жизни есть, происходит рядом с нами. А что происходит? Сейчас я вам расскажу. Женщина, она уже возраст... То, что я, в общем, увидела впоследствии, я вообще даже забыла, какой возраст. Ну, по виду, ей где-то, может, к 40, наверное, так. К 40 годам. Она очень худая. Господи, у меня тут не сжегся блинчик-то. Нет, поджарился хорошо. Она худая такая. Она уже все, у нее уже спит. А со спидом, я прочитала, живут 2-3 года. Вот, и, друзья, вот показывают, значит, она живет в коммуналке. Показывают эту коммуналку. У нее небольшая комната. Она, конечно же, проходит лечение. Показывают, значит, она в больнице. Ее уже готовят, начинается с того, что ее готовят уже все к выписке. С ней вежливы, врачи, все. Вот, врачи ведь не боятся, да, работать с такими людьми, потому что это доктора. Это, они обязаны людей лечить. У них призвание такое. Но не об этом. Вот. И говорит там, значит, диктор, который все это вот рассказывает. Говорит, ее выписывают. У нее улучшение там какое-то даже, да, что там, видимо, как-то все равно лечат эту болезнь. Но не лечат, приостанавливают, скорее всего, приглушают, друзья мои. Вот, приглушают, друзья мои. И говорят, что ей бы радоваться, да, что ей немножко приглушили эту болезнь, как-то, может, приостановили. А ей надо возвращаться домой. Ей надо возвращаться домой, а она не знает, как туда возвратиться. В этой коммунальной квартире живут еще несколько соседей. Там, по-моему, мужчину показывали, женщин. И, понимаете, там идет такое на нее давление. Ее так гнобят. Ее там так ненавидят за то, что вот она там живет. И рассказывается, значит, вот она приходит домой. Показывают этих соседей. Они не стесняясь снимаются. Конечно же, они говорят свое мнение. У кого-то там даже есть дети. Те. Но вот у женщины, у которой ребенок есть, она ничего не говорила. А вот в основном там другие. Женщины такие, вид мне их не понравился. Вот эти вот высказывания, поведение мне их даже вот перед камерой не понравилось. Ведут они себя, конечно, очень неадекватно. Как-то могли бы покультурнее. Я в этой ситуации не защищаю никого вообще. Ни женщину, у которой спит. Ни людей, которые живут с ней в одной вот этой квартире. Они не хотят с ней жить в квартире. Не хотят ни в какую. Они пытаются ее, значит, то у нее, то и полицию на нее вызовут. То ей, значит, стирать не разрешают. Ты тут настирала. Ты тут с больницы притащила. Все вот здесь вот течет. Женщину, у которой, значит, есть ребенок, один раз увидела, как... Ну, давайте назовем женщину, которая болеет спидом. Я не помню. Пусть она будет, ну... Ну, пусть Таня, например, да. И вот она, значит, порезала руку. И другая женщина-то увидела, что она порезала и нечаянно докоснулась до крана. И после нее она надела перчатки. Давай тут все отмывать. Давай, значит, все тут кипятком... Время говорит, я теперь поливаю кипятком. Ее день начинается с того, что она наводит в порядке вот в этом общественном туалете. Да, я ее тоже понимаю. Я ее понимаю, тем более ребенок. Тем более это такая болезнь, это страшно. Но никто... Или я пропустила в ролике. Или я что-то, может, недослушала. Я не поняла, от чего она заболела СПИДом. От чего. Говорилось, что... Мы же знаем, да, сколько было случаев, когда люди заражались... Уж далеко нет половых связей там беспорядочных, да, нет. Бывало даже, что людей заражали этой болезнью. Ну, по какой-то халатности. Ведь были очень разные случаи. И дети, и все. Я вообще... То, что я вчера увидела... А она, девушка-то эта, она... Ничего себе, друзья мои, паучок. Вот. Она, как вам сказать... Она встретила мужчину. И так как я тут... Ну, тут с Кирюшкой тут все. Тут бутербродики ему. Я отвлеклась немного. Я не поняла, мужчина этот болен или нет. Скорее всего, что тоже болен. Она встретила мужчину. Она решила за этого мужчину выйти замуж. Но она изгой. У нее не друзей. Не подруг. У нее вот только вот этот мужчина, который еще ей дает какую-то... Как-то ее жизнь скрашивает. А может, она его жизнь как-то вот... Как говорится, тоже скрашивает. Не знаю, правильно я говорю или нет, да. Она выходит за нее замуж. Показывает, как она идет. Вот тоже белое платье у нее куплено. Они идут в ЗАГС. То ли они подали заявление, то ли они... А, они пришли в ЗАГС. И вы представляете, соседи, прибежали в ЗАГС во время церемонии. Устроили скандал. Устроили драку. Чтобы она не вышла замуж. А почему? Потому что она в свою комнату. Она же его приведет. Она же приведет. И еще жизнь станет страшнее, друзья. Ой, это вообще... Что там в ЗАГСе творилось? Их так и не расписали. Женщине стало хуже. После вот этого стресса. Стрессы ей опасны. Это вообще... Это вообще... Колюшка, я сейчас перезвоню. Вот. И вы знаете, друзья мои... Колюшка у меня звонит. Сегодня заказ тоже понес мужчине. Я вообще была... Вы понимаете, на нее вызывают полицию. А, а приходят они, значит, она приходит с мужчиной домой. Они подали заявление. И вот показывают. Поднимаются они, значит, она с цветами. Идут домой. Как уж они узнают об ее действиях. Как чего. Или может караулит ее окна. Ее не пускают домой, друзья. Представляете, не пускают. Поменяли замки. Она не может зайти в свою комнату. Она вообще в квартиру не может зайти. А она стучится. Ее спрашивают, кто она. Говорит, я. Говорит, откройте мне двери. А ей говорят, а ты одна? Она говорит, ну... Говорит, почему мне двери-то не открываете? Говорит, вы что? Говорит, одна ты или нет? Она говорит, я с цветами. В общем, она тут с цветами. Все, они заявление, видимо, подавали тогда еще. Значит, открывается сетка и говорит, ты зайдешь, а он не зайдет. Представляете, друзья мои? Друзья мои, все, блинчиков напекла. Вот здесь. Это кажется, что много. А начинки, ну вот здесь Кирюшка покушает. Вот такие симпатичные. Не знаю, какие-то, мне кажется, они на молоке не такие. Но они мягонькие. Вон, пожалуйста, вон такие мягонькие. Сделанные. Вот Кирюшончику сверху возьму. Таких поджаристых положу. Так вот, друзья мои, да? Перезвонила Колюшке, там, он, мужчине, этот, внес заказ сегодня. Небольшой там пельмешки, да, несколько баночек, баночки. Да, и, наверное, он тут взял. Вот по ценам ему сказала. Ну вот. И, значит, показывают. Они ее в дом-то ее не пускают. В дом не пускают Таню. Она вызывает полицию. Потому что это ее дом. И она имеет право пригласить гостей. А полиция сказала, что нет. Что вы приходите, вы заходите. А его, по-моему, там ему не разрешили. Вы представляете? Вот. И она ее возмущает. Говорит, почему, говорит, другие гости могут, другие жильцы могут привезти гостей, другие нет. Но там, понимаете, там я не берусь никого осуждать. Я вообще не знаю, вот в этой ситуации. Это очень сложная ситуация, друзья мои. Ну, когда человек болеет такой болезнью. Естественно, люди боятся этих болезней. Но воздушно-капельным путем она не передается. Но. Но женщина же тоже, она же осторожна. Ну, вот руку, правда, порезала, да. Может быть, она и помыла за собой. Конечно же, а, у нее, значит, когда ее обвиняют в воровстве. Да ты ложки-вилки у нас воруешь. А она говорит, ну, какое, говорит, воровство. Я, говорит, когда в больницу, говорит, ложусь. Настолько времени ее кладут в больницу. Она собирает все в таз. Она убирает ложки, чашки. Все у нее тут в тазу, в комнате. Она даже вот показала. Видимо, ей вредят, специально вредят. И я понимаю страх людей, которые живут с ней, да. Но тут в этой ситуации ведь вообще сложно судить. Вообще сложно. Это такая тема вообще для размышления. Потому что, ой-ой-ой, не допусти этого, пожалуйста, Боженька, никогда, чтобы рядом с тобой люди болели. И вообще, как об этом соседи-то узнали? Ну, болеет она, худеет, да. Как узнали? Вот что интересно. Ведь это же держится в тайне. Об этом нельзя говорить. Мы же вообще не знаем, с какими людьми мы общаемся, правильно? Но на работе мы общаемся, люди проверенные. Там уже и кровь, и все. Тут уже 100%. Ты знаешь, что человек не болеет. Но там ведь на гепатит, на все проверяют. Но тут-то, ну, я не знаю, друзья мои, конечно. Конечно, как вот, вот, что в этой ситуации? Вот эта тема меня так сильно, она затронула. И я вижу глаза этой женщины. Мне ее до безумия просто жалко. Ну, просто жалко. Она борется, да, она борется с этой болезнью. Она понимает, что... Я даже не посмотрела, какого года этот выпуск. Может быть, ее уже и в живых-то нету. Ой, я понимаю и гнев этих жильцов. Но там такие, понимаете, там жильцы. Там вот один вид такой, что вот с ними просто вот хочется ответить грубо. Они невоспитанно разговаривают. Они вот ведут себя, ну, как-то вы, я не знаю, но ведите вы себя немножко, ну, как люди. Вы же не звери какие-то, правильно? Вы же не фашисты. Но ведите вы себя достойно. Ну, достойно. Ну, можно как-то, я не знаю, как-то, может быть, можно решить было эту проблему. Но куда ей идти? Вот у ней комната, она не работает. Куда? Очень сложно судить. Я бы не знаю, как я бы поступила, если бы я бы тоже бы там жила. Но явно я бы не вела бы себя вот как вот это слово «не люблю». Ну, тут действительно, я бы вот эта хабалка, вот такое слово, нехорошее слово. И поведение соответствует вот этому слову. Вести себя так недопустимо. Тут как-то... Вот как вы думаете, друзья мои? Вот просто я, вот мне захотелось услышать еще мнение людей. Других людей, да. Вот в основном, да, вы пишете комментарии, в основном такие, я не говорю, что «ой, мне надо хорошие комментарии». Нет, у каждого есть свое мнение. Но и мнение-то должно быть высказано как-то, знаете, адекватно, культурно. Ну, мы привыкли к этому слову «адекватно». Поэтому я его и говорю. Вот я увидела людей, которые прибежали на свадьбу. Там этот старичок такой, он прибежал, он схватил, да, ты чё, да, драться начал. А что ж ты касаешься-то его, раз ты боишься, что он болеет? А он его тут лезет на него драться. Ты чё к нему прикасаешься вообще? Ну, в общем, я понимаю, жилье там не купить, этой девушке жилье дорогое в городе. А куда ей идти? Куда? Она и так доживает последние дни. Очень сложная ситуация. Очень сложная. И прямо, и не знаешь, как бы ты себя повёл бы в этой ситуации, да? Ты живёшь в коммуналке, и рядом с тобой такой человек, который уже всё, неизлечим. Я когда смотрела сериал «Склифосовский», мне очень нравился этот сериал. Мне нравились истории актёров, не актёров, а героев, героев, истории героев, сами актёры, которые играют в этом сериале. Очень такой интересный, его послушаешь. Никакой там пошлятины нету, ничего такого, от чего можно там при детях застыдиться. Да, очень интересный случай. Вот там как раз есть такой случай, когда девушка, она, по-моему, работая медсестрой в этой больнице, с Клифосовской, она встречалась именно вот с этим парнем, который, по-моему, ВИЧ-инфицированный. Не спит, а ВИЧ у него. И вот там рассказывается, значит, родители, как её не принимают с ним, да, родители против. Понятно, что против, потому что она с ним живёт, она с ним спит, она ещё и даже ребёнка может родить. Вот в чём дело-то. И вы понимаете, что меня поразило, она ведь и работает в медицине, я не знаю вообще, допустимо, такое или нет, работать при общении с таким больным, понимаете? Вот что подумать, вот что, как рассудить такую ситуацию? У меня эту женщину было просто до безумия, просто вот до слёз, может быть, ну, до безумия, я так сказала, вы уж извините, выразилась. Ну, жалко мне её, действительно, вот жалко. Тем более даже не сказали, как она заразилась, да. Конечно, разница есть в том, как человек себя ведёт, да. Если это наркоман вообще, которого не вылечить никогда, или этот пьянь, который везде таскается, конечно же, там уже другой вопрос. Тут все должны встать на ДБ, тут должны кричать «караул», потому что этот наркоман живёт, этот он может заразить. Но тут не сказано, чем болела женщина. Либо я пропустила. Вот я хочу пересмотреть, если в истории найду, по-моему, не сказано. Но про неё говорят, что и мужиков, тут у неё было много мужиков каких-то всякие разные. Ну, в общем, я пересмотрю в истории, я даже, друзья, вам потом покажу этот ролик, вот правда покажу, вернее, я скажу название этого ролика, очень интересно, очень интересно. Потому что есть повод задуматься о том, что мы живём, и мы не знаем, да, как живут рядом с нами люди, вот, страдающие, которым вообще некому помочь. Даже не знаешь, чем помочь. Чем? Если, например, какой-то очень богатый человек, единственное, что он может, это купить ей какую-нибудь дачку и выдать содержание до конца её ещё недолгой жизни, да, вот если вот есть и такие люди, которые вот денег некуда девать. Ну, вот государство, ну, как, а что, ведь тоже домиков не построишь? О-о-о-о! Возможно, вам покажется, что я не сучушь, но это такая тема, мы просто никогда, я вообще забыла, что есть люди, я не забыла, мы просто как-то у нас это, всё уже, мы не думаем об этих людях, мы не думаем. А есть какой-то фильм, по-моему, Анжелина Джоли снимается в этом фильме, мне надо вот уточнить, да, она смотрела, она мне посоветовала, как героиня-то умирала от этой болезни. По-моему, вот от этой болезни она и умирала. Я обязательно, друзья мои, вот у Даны спрошу, как этот фильм назывался. Прямо сейчас я спрошу, друзья мои. И я ведь узнала, друзья мои, этот фильм называется «Джиа». Я его пересмотрю обязательно. Показывали, как она, ну, фильм такой, конечно, не для детей. Я урывками смотрела, урывками смотрела этот фильм, и, наверное, пересмотрю его ещё раз, потому что, я думаю, что нам не стоит забывать, друзья мои, что мы живы, здоровы и счастливы, да, и что иногда просто, правда, вот грех жаловаться. Ой, я пожаловаться-то люблю, как вы заметили, да. А вот не надо, рядом с нами живут люди, которым вообще никак не помочь. Никак не помочь. Прям вот меня так задело, меня просто задела эта ситуация, друзья мои. Ну, ладно, мы не будем, мы не будем сейчас грустить. Мы сейчас эту тему закончим. Я надеюсь, что вы будете писать комментарии и ещё пообсуждаем. Вот сейчас Колюшка мне позвонил, говорит, да к чего ты поедешь на дачу или нет? Говорю, Коленька, не знаю, сегодня точно не поеду. Вечером же у меня котлеты. Какая дача? Котлеты мне надо сделать. Так, потом чего мне надо сделать? Блинчики я сделаю, начиню сейчас. Мне ещё надо, короче, столько дел, друзья мои. Но мы ещё сегодня с вами увидимся. Всего доброго.